Привет! В этом видео мы поговорим с вами про то, как влиять на свою злость. Во многих случаях те, кто ко мне обращаются, они ведь знают о том, что я работаю не только с тревогой, со стрессами, с нутрицептиками, но и с чувствами. Напоминаю, что очень-очень многие чувства, они идут исходя из того, что вы вообще пробуете, как вы действуете, как вы существуете, как вы реализуете свой потенциал. Во многих случаях те, кто действительно работают со своим эмоциональным физическим состоянием, у этих людей действительно происходят очень-очень серьезные вещи в конгломерации, сдвиге в сторону решения проблем. И напоминаю, что когда мы испытываем агрессию, гнев и не реализуем ее, эта история остается и она дает нам большие-большие проблемы, внутренние зажимы, проблемы реализации, визуализации, в общем, всего-всего-всего, что мы можем создать. И напоминаю, что больше всего такие моменты, которые напрягают нас, у меня возникают прям трудности с теми людьми, которые не выражают эту всю историю. Потому что если оставаться на том же месте, который человек себе создал, он очень-очень сильно там застрянет. И я рекомендую с этого места осознанно уходить. Если вас напрягает ваша агрессия, вы там, где вы есть, и вы ничего с этим не делаете, это привезет вас к раннему старению на месте, на котором вы засиделись. Именно поэтому меняйте место, меняйте локацию, меняйте обстоятельства, обстановку. Делайте все так, чтобы вам было комфортно. Злость и агрессия на судьбу, на людей, на окружающие. Это история, которая заставляет вас болеть там, где вы не должны болеть. Поэтому старайтесь, пожалуйста, работать с собой и с психотерапией. Почему это важно? Потому что когда вы поймете, что все временно, вы начнете по-другому расценивать все остальное. Сегодня вечером будут эфиры, как всегда, с мальчиками, которые из-за агрессии попали в эмоциональную передрягу. Приходите. Один развелся, другой бизнес потерял. Но, в принципе, это все реально и возможно изменить, если вы работаете с агрессией. Продолжение следует...